Сейчас мы рассмотрим те места из Библии, которые приводятся в поддержку этого учения. Их достаточно много, но мы попытаемся их все разобрать. Давайте мы откроем 1 Петра, 2 главу, 24 стих. Тут написано, «Он грехи наш Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Я хотел бы сейчас немножко сделать по-другому. Вот давайте вот эти два стола четвером, вы попытаетесь за 15 минут определиться, какое здесь имеется в виду исцеление, физическое или духовное. И если физическое, то почему, если духовное, то почему. И как бы вы объяснили, какое здесь имеется в виду исцеление. Понятно, да? Ранами Его вы исцелились. Вот. Вы четверо, давайте мы откроем Деяние 10.38. Деяние 10.38. И можете сразу открыть второе место. Это Луки 13, 15, 16. Запишите. Успеете за 15 минут, значит, они успеют. Так, а вам? Ну, пускай будет. Вот Третья Иоанна, второй стих. Там, да, вам. Там молюсь, чтобы ты здравствовал. Приспевал. Да. Да. Но это достаточно неравноценно, потому что это попроще, чем... Нет, ну там глубже. У нас ширше, а у них глубже. Ну, все равно там попроще. У нас уже есть. Давайте вы еще раз смотрите еще одно место. У нас шире есть. А, шире есть. Давайте 10 минут. 10 минут, пожалуйста, вы можете сесть кружком. Саша, ты мне сказал конкретно, что нам установить. А, хорошо. Да, просто хотя бы прижитая это плитка. Как объяснить, что больные были угнетаемой сатаной? Больные... Как? Как объяснить? Да, да. Вот. Означает ли это вам? Означает ли это, что Бог обещает совершенно здоровье и благосостояние? Здоровье и преуспевание. Да, все равно. Что за состояние? Кто? Вопрос сейчас. Делать табличи физически. Спасибо. 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 Знаете это место то, что мы уже физически исцелены, и как вообще с этим местом быть? Мы решили, что ответ на этот вопрос такой, что это не означает, что мы исцелены физически. И на чем мы основывались? Во-первых, в 24 стихе он говорит о том, что мы избавились от грехов, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Двоеточие, ранами его вы исцелились. То есть мы пришли к такому выводу, что мы исцелились от греховной такой сущности, природы нашей. И теперь мы можем жить вообще праведной жизнью. Потом есть параллельное место, Исайя, 53 глава, 5 стих. А третье место, Матфея 8, 17, на которое основываются последователи движения веры, о том, что говорится вообще о физическом исцелении. 16-17 стих. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченое через пророков Исайя, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Матфея хочет показать, что Христос и есть тот Мессия, о котором записано было в Исайе. И в последнее. Послание Петра было написано рассеянным. Сирый стих. Да, они гонимы. И Пётр просто-напросто не мог писать о том, что мы можем исцелиться физически, что Бог может избавить нас от таких страданий здесь, на земле. То есть замыслу Петра такого не было, а основной принцип герметики гласит, если автор не мог это иметь в виду, то мы тоже это не можем иметь в виду. То есть мы не можем подразумевать то, что не мог подразумевать автор. Ну, всё. Спасибо. Подставили вы немножко под амбразуру, Диана, под микрофон. Молодец. Она из-за другой. Она самая сильная из-за другой. Мы к этому месту ещё вернёмся, обязательно вернёмся. Но давайте по порядку мы сейчас каждого выслушим, пока у вас ещё свежи ваши размышления. А потом тогда мы опять каждое место разберём. Как объяснить, что больные были угнетаемы сатаной? А как объяснить? Здесь об этом и написано. Как ещё объяснить? Конкретно и написано, что... То есть, если в Деянии святых апостолов, Деян 10, да? В главе там какой? 38 стих, да? Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назареты, и Он ходил, боготворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, да? Вот. И у нас Лука. Лука, 13 глава. Здесь сказано 15-16 стих, да? Но если с 11-го читать, чтобы было понятно. Там была женщина, 18 лет имевшего духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на её руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас волос своего или осла от яслей в субботу, и не ведёт ли поить сию же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от ус сих в день субботний?» Ну, в принципе, на вот этот вопрос, который нам был задан, здесь и есть ответ. То есть, там чётко и ясно сказано, что людей, которые были подвластны сатане, он исцелял. И вот здесь, то есть, женщина, чётко и ясно сказано, что имевшая духа немощи. Дух немощи. Но это не значит, если так немножко больше говорить, уже не отвечая на этот вопрос, объясняя ту позицию, которую, или противоречие той позиции, которую проповедуют сторонники движения веры, мы, вот из этих мест мы видим, что люди были одержимы, люди были подвластны вот этому духовному влиянию, и именно поэтому у них были болезни. Но это не значит, что все болезни от дьявола и все болезни, как бы, несут духовный характер или духовную основу. Потому что, допустим, мы встречаемся тем же, ну, смотрим на тот же пример, когда Иисусу подвели слепого юношу, да? И там спросили, кто согрешил он или его родители? Он говорит, нет, не он, не его родители, а это было кто? Что? Для славы Бога. То же самое расслабленного, которого спустили, разобрали крышу, его друзья спустили к ногам Иисуса Христа. То есть, там нигде не сказано, что это основа его болезни демоническая или духовная. Спасибо, я понял. То есть, ваше объяснение такое, что здесь Петр говорит не обо всех, кто были исцелены Иисусом, а говорит только о той группе, которая была угнетаемой дьяволом. То есть, есть два вида больных. Те больные, которые угнетаемы сатаной, а те, которые физиологические. Петр не имел их в виду. На самом деле, да, мне сложно согласиться с этой точкой зрения, причем, потому что Петр явно говорил на те исцеления, которые совершал Иисус. То есть, он имел в виду исцеления, которые совершал Иисус. И очень трудно допустить, что он разграничивал на две группы. То есть, это немножко звучит как спекуляция. Более того, в то время болезнь считалась последствием греха. То есть, это поступило. Хорошо. Здесь, тогда давайте говорить о чем. То есть, у меня есть примеры. И я могу доказать на основании, ну, то есть, даже меряя четыре Евангелия, я могу продемонстрировать вам примеры, когда болезни действительно были через одержимость, да, или демонизацию человека, и болезни, которые были чисто физиологические. Если же мы рассматриваем, что все болезни, все болезни, здесь Петр там говорит, что все болезни от дьявола, тогда это нужно доказать. Не, ну, как бы сам Петр уже не мог быть в виду, что в то время болезнь считалась последствием греха. Именно из-за того, что был вот этот случай, кто согрешил, он или родители его. Петр там был. И Иисус ему однозначно сказал, что дело здесь не в грехе. Ну, понятно, но все равно разделять эти две группы, это немножко спекуляция. Ну, а чем спекуляция? Ну, здесь конкретно случайно. Тогда мы должны согласиться, что все болезни от дьявола. Тогда мы согласились. Ну, хорошо, давайте скажем. Значит, все люди, которых исцелял Христос, они были обладаемы дьяволом. На самом деле, очень интересное толкование, я никогда этого не встречал, очень интересное. И, в принципе, оно логично. Логично, но сказать, что оно на 100% из текста сложено, ну, оно все объясняет. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Вот, ну… Молюсь, чтобы ты здравствовал, да? Да, здравствуй. Молюсь, чтобы ты был в здоровье. Ну, как бы, здесь, во-первых, здравствовал, возможно, ну, нужен более полный, конечно, анализ. Это просто обычная форма приветствия, то есть разновидность. То есть, ну, будь здрав, то есть в этом виде. Ну, это дальнейшее, конечно, исследование нужно. И, во-вторых, тут во всем не совсем, как бы, ясно, что подразумевается. Хотя, вот, контекст дальнейших стихов, он говорит, в чем. И, ну, сделать вывод, ну, кроме них, очень трудно. То есть, в чем всем, там, какие-то финансовые. Тут, как бы, скорее наоборот. Так как написано, что он принимал странников и братьев, то он эти деньги тратил. То есть, он должен преуспевать в том, чтобы, ну, разбазаривать средства. То есть, это, как бы, неприемлемо, получается, может, для кого-то. То есть, он эти средства, как бы, сдерживал для того, чтобы поддержать странников, братьев. Потом преуспевал. В чем Иоанн, как бы, он говорит о верности Гая, да, возлюбленного, когда он ходит в истине. То есть, и, то есть, явный намек на то, чтобы он преуспевал в хождении в истине, то есть, в верности, в любви, как, вот, свидетельствовали о нем братья. То есть, как бы, об этом речь идет. Вот. Ну, а сделать вывод еще о чем-то, как бы, здесь нет для этого оснований, по сути. То есть, ну, трудно вывести, потому что об этом ничего не написано просто, непросто. То есть, как бы, странноприимство, любовь и истина. Вот об этом. В этом он преуспевает, а больше, а в чем еще он преуспевает, неизвестно. Вот. Все остальное, как бы, мне кажется, уже добавление. Да. Тут же Иоанн говорит, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал. Ну, и что? Ну, он молится. Это же, как в теле Библии говорят, что богатство – это плохо. Он просто молится, чтобы тот здравствовал и преуспевал, потому что тот духовно зрелый, и ему уже можно доверять там чего-то еще, но это не значит, что Бог ему это обязательно даст. Когда мы молимся, какой результат? Мир Божий, который превыше всех ума, соблюден сердца и умышления во Христе Иисусе, а не то, чтобы ты помолился, и Бог тебе сразу дал все, что попросил. Вот он молится за Него, что мол. Как бы, тем самым показывает, что ты молотцом. Да. Вот. Вот. Не было дождя, и мой друг выкопал картошку, и это совсем не означает, что завтра не будет дождя. И это означает только то, что я это хочу. Это мое желание. Этот стих нас учит тому, что мы должны желать, чтобы другие люди были здоровы, и у них все было хорошо. Вот желать мы должны, это прекрасное желание. Но означает ли это то, что Бог хочет, чтобы мы всегда были здоровы? Во-первых, насчет формы приветствия абсолютно точно. Это была стандартная форма приветствия. Вот. И второе, то, что если это хочет Иоанн, это не значит, что этого хочет Бог. Вот прекрасный такой пример. И спасание Коринфину. Апостол Павел говорит, хочу, чтобы все оставались как я, то есть не женаты. Но почему-то сторонники гарантированного исцеления женятся и выходят замуж. То есть в этом случае они пожелания Иоанна воспринимают как волю Божью, а в том случае пожелания Павла они не воспринимают как абсолютную волю Божью для всех. То есть, понятно, если я чего-то хочу, это не значит, что этого хочет Бог. Но этот стих нас чем мучает? Что мы должны желать, чтобы всем всегда было хорошо. И чтобы все преуспевали. И написано, что вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но я пришел для того, чтобы... Ты прочитаю? Да, прочитаю. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ну, тут как бы первая ассоциация жизни с избытком. Тут вот параллель проходит с девятым стихом. То, что я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вот, то есть как бы... Ну, пажить может, в принципе... То есть пажить и жить с избытком. То есть кто приходит через Христа, он находит, ну, обильный пажить, и может быть, вот это ассоциироваться... Ну, там же много зелени. Большое количество зелени. А где-то паж, там и... То есть не совсем ясно, что имеется в виду под жизнью с избытком, и объяснения дальше, ну, такого конкретного нет. То есть я вижу только то, что вообще... Почему тогда не означает жизнь с избытком, чтобы все было дома, чтобы был полный холодильник, чтобы здоровье было... Вот прямо аж светил себя здоровью. Ну, я, например, ну, то, что я вижу, ну, вот мы так посмотрели... Смотрите, то есть, возможно, что... Как бы здесь аллегория того, что вот Иисус есть пастор добрый, комсом своим, и вот овец своих он пускает на свои пажики, то есть которые изобидывают травой, которые действительно... И вот вон, он что делает? Финансовое благополучие, то есть как бы много денег... Нет, почему... То есть изобилие... Изобилие... Да, и это тоже... То есть нигде не сказано, действительно... В такой момент Иисус всегда приводил примеры, понятные людям, чтобы... Он не приводил какие-то метафоры, которые были там из каких-то нереальных измерений. Вот просто там, откуда я родом, овец до сих пор пасут, да? И что самое интересное, самые хорошие места, где пасут овец, там больше всего хищников. Вот что самое интересное. И когда ты приводишь на хорошее пастбище овец, то для овец это на самом деле большое испытание, потому что сто пудов там будут и волки, и шакалы, и так далее, и так далее. И здесь Иисус говорит не о том, что я вас приведу туда, у вас там будет все ровно, только потому что там хорошее пажать. Он просто говорит о том, что он хороший пастул. И здесь не говорится о таких вот сиюминутных каких-то вот вещах, да, и о полной вообще гармонии. Потому что любой человек, который хоть раз сталкивался с такими вещами, он понимает, что хорошее пажать – это место для овец на самом деле небезопасное. Ну хорошо, вот такой момент. Контекст здесь начинается с первого стиха. И контекст говорит о том, что есть дверь, через которую входят овцы. И мало того, Иисус является этой дверью. Вот попытайтесь представить, это в своем воображении. Есть овцы, которые входят через эту дверь и находят там пажать. Дверь является кто? Сам Иисус Христос. То есть, если овцы, которые входят через эту дверь и находят там пажать. Допустим, что жизнь с избытком – это финансовое благополучие и здоровье. Но есть много неверующих, которые прекрасно здоровы и которые имеют финансовое благополучие. Получается, что эта пажать, она есть как у неверующих, так и у верующих. Но здесь что видно? Что эта пажать есть только у тех овец, которые вошли через дверь. Это то, что отличает верующих от неверующих. Эта пажать есть только у верующих, то есть только у тех овец, которые вошли через дверь. Если речь идёт о финансовом просветании и здоровье, получается, неверующие тоже смогли через эту дверь войти, эту пажет найти. Случайно. Через забор, да. Значит, речь идёт здесь не о финансовом благополучии, а только то, что есть у верующих. Что есть у верующих? Мы имеем обещанного духа, веру, мы имеем жизнь вечную. Жизнь вечную. То, что отличает нас. Разве погубить душу. И даже если у верующего нет финансового просветания и нет здоровья, это означает ли, что у него нет этой пажики? Нет. Нет. Значит, эта пажить есть даже тогда, когда нет финансового просветания. Значит, это что-то, этот избыток, что отличает любого верующего от любого неверующего. Это же того верующего, у которого нет здоровья и нет финансового просветания, от того неверующего, у которого всё это есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok